Мама Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери Писал Виссарион Григорьевич Белинский Две буквы волшебным образом переплетаются в два благозвучных слога Мама Как много значит это слово для каждого из нас Маме мы дарим свою первую улыбку Мама всегда поддерживает нас во всех начинаниях Мама заключает нас в теплые объятия, когда сердце окутано горем Мама – это луч света, что освещает наш жизненный путь и помогает пройти сквозь тьму невзгод Матери великих художников были самыми главными вдохновительницами и наставницами Что поддерживали и развивали таланты своих детей Портрет матери для любого творца – икона Это нечто трогательное, душевное и бесконечно святое Мать Ильи Ефимовича Репина, Татьяна Степановна, не только была лучшим другом известнейшего художника Но и вдохновляла его беспрерывно заниматься самосовершенствованием и самообразованием Ведь в те времена, когда женщине получать образование было вовсе не обязательно Татьяна Степановна изучала классическую литературу и интересовалась изобразительным искусством Отчасти именно стремление матери к раскрытию творческого потенциала в своих детях Сделала Илью Репина всемирно известным живописцем На любовь мамы художник отвечал такой же искренней любовью и нежностью «Мать моя очень добрая женщина и очень меня любит», – писал Репин Мать живописца Василия Ивановича Сурикова также проявляла величайшую заботу по отношению к своим детям Росковья Федоровна работала не покладая рук, чтобы прокормить их, одеть, дать крышу над головой Она сдала дом в наем и переселилась с детьми во флигель, а на вырученную сумму обеспечила им получение образования Вышивающая гладью и плетущая кружева с невероятной виртуозностью Росковья Федоровна передала своему сыну Василию тонкое и чуткое восприятие цветов, оттенков, полутонов Когда будущий мастер исторического жанра начал проявлять свои таланты в изобразительном искусстве Мать незамедлительно отправила его в художественное училище Она воспитывала детей с умом и заботливостью, говорил Суриков Людвига Александровна Малевич также была творческой натурой Вышивала, вязала, сочиняла стихотворения на польском языке Когда у ее первенца, Казимира Малевича, возник интерес к живописи Она, будучи проездом в Киеве, привезла сыну набор красок и кистей Этот подарок побудил Казимира Севериновича поступить в Киевскую художественную школу И во что бы то ни стало научиться рисунку и живописи Так трогательный презент внимательной матери подарил миру художника Что перевернул представление общества о природе живописи И стал основоположником супрематизма Кузьма Сергеевич Петров-Боткин всегда испытывал особую привязанность к своей матери, Анне Пантелеевне Именно благодаря ей Петров-Боткин научился видеть космичность жизни Жизненная философия матери и особый взгляд на окружающий мир Нашли отклик в творческом восприятии ее сына Кузьма Сергеевич говорил Космос для нее был единым целым С огромным бьющимся человеческим сердцем внутри него КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok